Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «На скорую руку». Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. А на этих полях и в реках водится такое изобилие рыбы, дичи, что просто трудно все это осознать. Охотники и рыбаки могут вас поподчивать своими изысканными блюдами. И особенно в разных регионах, если вы выезжаете куда-то. Например, то, что готовят на морских побережьях местные жители, для нас, жителей российской равнины, является экзотикой. И наоборот, наши блюда для них выглядят экзотикой. Но учитывая, что громадное количество российских граждан, среди которых большинство, конечно, рыбаков и охотников, живет на морских побережьях, всякие морепродукты являются обыденным, а для нас это экзотика. И вот сегодня вместе с вами мы запечем мидии по-рыбацки. Однажды, когда я выезжал на рыбалку на Азовское море, этих мидий там было в изобилии. Мы их просто-напросто собирали в прибрежной полосе и пытались приготовить. Местный житель нам показал, как они запекают мидии в сырно-сливочном соусе. Сейчас я все это в вашем присутствии воспроизведу. Итак, за дело! Для этого нам потребуется багет, головка репчатого лука средних размеров, сметана не очень жирная, где-то 200 грамм сыра твердых сортов, естественно, мидии. Сразу оговорюсь, мой рецепт можно использовать для запекания мидии, которые еще находятся в створках сырые, для тех, которые продаются полувареными в замороженном виде. В общем, без разницы. Рецепт для всех подходящий. Итак, начинаем. Вначале я нарежу мелкими кусочками лук. Лук для всех жителей, всех территорий, желанный и любимый продукт. Потому что, когда в далекие советские времена я учился в Ташкенте, и местные корейцы на рынке продавали свои яства. Это было просто чудесное зрелище. Они так хвалили свой товар, и самое главное, он издавал такой божественный аромат, что мимо рядов, где они торгуют, пройти просто было невозможно. Особенно, вы уже знаете, для нас это блюдо или приправа стало обыденным. Это корейский салат кимчи. Говорят, что корейцы раньше просто готовили его из брюквы. Но, приехав в Россию, или обосновавшись здесь, они стали использовать морковь. Вот так помельче порежем. Ничего не должно пропасть даром. Все лишнее в сторону. И сейчас я разогрею масло растительное в сковороде. Лук должен хорошо спассироваться до золотистого цвета и своего классического аромата жареного лука. Вот так. Вперед. Сейчас масло разогреется. По давней традиции, которую я унаследовал от своей бабушки, она закончила гимназию, говорят, что когда жарят яичницу или поджаривают лук, не обязательно солить сам лук, достаточно посолить масло. Вот это я и делаю. Воспитание в гимназии предусматривало именно то самое домоводство, которое велось в классическом русском стиле. Поэтому все блюда, которые я унаследовал, как правило, отличаются от современных своей изысканностью. Вот сейчас уже у нас зашкварчало масло. Я туда отправляю лук. и оставлю его пассероваться до золотистого цвета. На мелкой терке натираю сыр. Сыр должен быть твердых сортов, чтобы он хорошо измельчался. Мы однажды попробовали мидии, запеченные на костре, тоже на Азовском море. Они, конечно, отличаются от океанских мидий, от атлантических своим размером, но, тем не менее, вкус был отменный. Самый, главное, необычный для нас. Так, ну все, с сыром я закончил. Сейчас я помешаю лук. Вот так. Все лишнее в сторону. Как там у нас? Лучок. Да, уже доходит до готовности. Еще немножечко потомиться. А пока я нарежу багет. Вот такими толстыми бочоночками. Где-то сантиметра по 4, как правильно сказать, в высоту. Я хочу повторить, что этот рецепт можно использовать и для мидий в створках. Ну, а коль скоро у нас мидии без створок, поэтому мы используем багет. А в том случае можно все, что я приготовлю, вот этот сырный сливочный соус, прямо заливать в створку, где находится сам непосредственно моллюск. Я думаю, он на это не обидится. Так, сейчас мы все распределим. Вот так. Они почти одинаковой высоты. А теперь, пока там лук доходит до кондиции, я делаю такую полость внутри. Так, и руками туда закладываю одну-две мидии. Все зависит от их размера. Если маленькие, можно две-три. Если крупные, такие как у нас, может быть даже и одной достаточно. Так, ну вот лук у нас поджарился. Даже, я бы сказал, слегка пережарился, но это допускается. Маслом кашу не испортишь, а лук даже в таком состоянии, он всегда отдает свой аромат. Так, высыпаем в глубокую миску, чтобы он здесь остыл. Вот. Масло сюда лить не надо, у нас будут сливки. Это уже достаточно жирный будет, конечный продукт. Сейчас я сюда отправляю тертый сыр. Я думаю, что этого количества будет достаточно. Сейчас я перемешаю сыр с остывшим уже луком. Вот так. Как следует перемешаю. Может быть, даже придется еще и сыр и добавить, потому что он, когда перемешивается с луком, то уменьшается в объеме. Так, придется чуть-чуть добавить тертого сыра. И настала пора сюда вылить вот эти густые сливки. Так, чтобы наша смесь не была очень жидкой. Заметьте, что я нигде не добавляю больше соли. Только в сковороду, когда жарим лук. Больше соль не потребуется, потому что миги – это все-таки морепродукт. Он появился в море, питал морскую соль. Поэтому этого будет уже достаточно. Я вот так расстилаю по донышку, чтобы вам это было видно. Устанавливаю сюда наши багеты с начинкой с мидией. Вот. Не близко друг к другу. И сверху заливаю смесью жареного лука с сыром и со сливками. Покрываю такой горкой, чтобы эта смесь прикрыла не только мидией, но и всю поверхность, весь срез багета. Вы знаете, что после повторной тепловой обработки, я имею в виду, после того, как мы все это поставим в духовку, сыр расплавится и покроет верхушку багета так, как это требуется. Если вы приготовите эту закуску вот так на скорую руку, то все останутся довольны, потому что она готовится быстро. Результат трудно переоценить. Готово. И теперь прикрываю фольгой, вот так. И несу ставить в духовку. И вот мидии, запеченные в сырно-сливочном соусе, готовы. Встачают чудеснейший аромат. Сейчас мы их попробуем. И я советую вам тоже попробовать этот рецепт. Останьтесь довольными. Хочу сразу заметить, если будете запекать сырые мидии в створках, потребуется держать их в духовке не 4 минуты, как эти, а 15-20 минут. Приятного аппетита! Субтитры создавал DimaTorzok